Тема для нас, которая я почувствую, что очень важна, связана с нашим состоянием. Это свежая перспектива молитвы. Знаете, в шаббат после Йонг-Кипура, то есть судного дня, кто понимает, что Йонг-Кипур это судный день. Понятно или нет? Ну, понятно, очень просто. Судный день. Как раз после этого шаббата, после Йонг-Кипура, меня обрадовали счастливым состоянием Крымского моста. В этот день я еще ничего не понял вообще, что происходило. Мне говорят, типа, поздравляю, началось. Понимаете, да? Я не понял сначала, что происходит. Я вообще, когда в субботу вообще ничего не смотрю, никакие новости не смотрю, потому что я понимаю, что нужно готовиться к собранию. И уже после вечера, после второго служения, у нас в Черноморске проходит еще служение, мы приехали домой, и я понял, что кто-то так медом покурил на мосту Керчевского пролива. Ну, и как это типично произошло на судный день. Да? Удивительно. Кто-то порадовался, но кто бы это ни сделал, последствия не заставили себя ждать. И мир задрогнулся в очередной раз об истинных намерениях войны Путина против России. Фактически, если вы посмотрите, что в мой взгляд. А мы-то после себя тоже ужасно против своей же страны, чтобы воевали. А на самом деле, истинные намерения Путина в войне против Украины, извините. Сегодня по себе признали правительство или даже, скажем, режим Российской Федерации террористическим. Я знаю, что сейчас кому-то не нравится, кто-то будет смотреть меня в прямом эфире, кто-то настучит в ФСБ или что-то еще. Я понимаю, то есть это такие вещи, которые не скрыты уже, такие, что записано где-то в облаке уже, наверное, никак не стереть. Правда? Но на самом деле, страны начали уже готовить заявки в городский суд по криминальному президенту военного преступления. Я называю до сих пор, как это стало таким синонимом Российской Федерации. Я не против русского народа, чтобы вы понимали. Я буду говорить так, моя бабушка родилась в Северном Кавказе, да, в истинных таких русских поселениях, да, с украинским акцентом. Я не против, потому что русские должны иметь право жить. Я за то, чтобы все жили хорошо и мирно, чтобы мы развивали свои страны. Но террор в нашей земле, который начался 24 февраля, сколохнул духовную потребность каждого человека Украины. И за ее пределами тоже, конечно, только тем, кому судьба украинского народа небезразлична. А это потребность, знаете, в чем самая большая? В молитве. Потрясла именно нашу потребность в молитве. Учить верующих людей молитве я не собираюсь на моем послании. Не собираюсь говорить о том, как молиться, за что молиться. Но я хочу посмотреть на новые перспективы для каждого из нас в это непростое время. И чтобы мы просто рассмотрели эту возможность и новых перспектив. Многие делают очень простой вывод, что такое молитва. И когда говорят, что такое молитва, ну, это разговор с Богом. Знаете, и я сам так считал, и считаю, что это нормально, как бы, твой разговор, твое искреннее отношение с Богом в разговоре. И очень правильно, значит, оно красиво звучит. Что такое молитва? Это разговор с Богом. Но говоря справедливо, положа руку на сердце, вот когда мы говорим, это разговор с Богом, это некая отмазка на непостоянность в молитве. Когда хочу, тогда говорю. Понимаете, о чем я говорю? Вот мое послание. Я сегодня понимаю, что надо говорить о молитве в новом формате. Абсолютно, потому что все, что вокруг нас и все в мире, оно изменяется. Причем меняется так критически и так стремительно, что мы, как бы, может даже не обрабатываем своим мозгом, к чему мы идем. Молитва – это даже не молитвенный седур, заученный в молитв каждый день и на каждый случай жизни. Хотя интересен в смысле концепции еврейской мысли, которая сформулировалась в течение тысячи лет. Если кто-то читал, кто-то смотрел, кто-то увлекался седурами еврейских молитв, то оно очень интересно, на самом деле, особенно молитвы на всякий случай в своей жизни. Там есть маленькие такие молитвенники. Но давайте я начну с послания к рыбинам. Вернее, не с этого начнем. Я начну с одной вещи. Я кинул фотографию, первую. Первую фотографию, посмотрите внимательно. Штраф за веру в Бога 1974 год. Как вам это? Тысяча девятьсот. Тысяча девятьсот. Семьдесят четвертый. Да, это не 2004 год. Хотя может быть и это. Да и в том, и кондицию еще может тоже. Но, а следующее, да, никто даже не видел таких, правильно? Никому не приходили квитанции. Штрафы такие. За веру в Бога. Это просто мешает немножко. Штраф за веру в Бога. И там внизу, там есть имя, фамилия, дед и так далее. И штраф. Сколько там? Пятьдесят рублей. Пятьдесят рублей. Пятьдесят рублей. Поставлю. Мне прислали это буквально несколько дней назад. Я вам пытаюсь зачитать. Мёся, что у вас происходит в Одессе? Или там даже... Сёма, что у вас происходит в Одессе? Да, Россия немножко воюет с НАТО. Ну как? Успехи. Россия потеряла крест. Семьдесят тысяч своих солдат ответствий со мной. Так еще помелочал. А что НАТО? Ой, Сёма. Ты не поверишь. НАТО еще не приехал. Ну это такой, как бы, юмор такой. Для того, чтобы... Смотрите, следующее дело. Я понимаю, что нам нужно обменять концепцию. Молитвы, которые мы имеем, они иногда приводят нас в ступор. Ступор, который... Как будто неотвеченные молитвы. То, которое, кажется, надо просто молиться, а там просто смотрит. Я хочу, чтобы мы сегодня, как бы, от сегодняшнего дня немножко изменили свое понимание или же концепцию вообще молитвы для жизни. Первое, что я могу вам дать, это Римлянам 12 глава, 12-13 стихов. Радуйтесь своей надежде. У нас есть надежда, друзья. У нас есть надежда, что Бог не посрамит Украину. Да? И вообще верующих людей. В общем, по жизни. Да, мы не будем посрамлены. Терпеливо переносите трудности. Будьте постоянны и настойчивы в молитвы. Кто из нас сегодня вообще как бы может сказать, что в данной ситуации, в которую мы попали, мы настойчивы и постоянны? Я думаю, что когда все началось, все говорили, и где был Бог, и что происходит. Я хочу немножко, чтобы мы изменили потом, после проповеди, нашу концепцию молитвы. Делитесь тем, что имеете с Божьим народом, и будьте гостеприимы. Похоже, что мы попали как раз в эту ситуацию. Мы пытаемся помочь друг другу на всех фронтах, на всех ситуациях, на всей плоскости нашей жизни. И я верю, что это хороший как раз момент исполнения вот этого послания к криминам. Заботы друг о друге. Украинскую мову. Втешайтесь, я надеюсь. Будьте терплячевы в беде. И наповелевы в молитвах ваших. Допомогайте святым людям Божьим у скрутки. Гостинными будьте до перехожих. Интересно. Просто, кажется, не просто будьте гостеприимны. Думайте, присядем где-то на шабах, а для тех, кто перехожих. То есть странными людьми. Странниками. Потому что, может быть, не зная того, мы можем принять тех ангелов Господи, которые имеют послание к нам. Колоссянам 4 глава 2 стих. Не прекращайте постоянные молитвы. Совершайте ее не спустя рукава. Очень интересный перевод. Да? Совершайте ее не спустя рукава, а с благодарением. Другими словами, закатать нужно рукава для чего? Чтобы немножко поработать. Чтобы приложить к этому усилия. Будьте тревали в молитве. И перекрутите себя с поддержкой в них. И вот это слово тревалисть. Кто знает, что такое тревалисть? Ну, можно сказать, русским языком длительность. А где чаще всего можно увидеть вот это слово? Длительность. Или тревалисть? Нет, нет, нет. Вы встречаете это всегда, но вы не обратите внимание на это. Хотя, моя шина всегда на это смотрит. Тревалисть – это длительность хранения. Длительность хранения. Часть его, когда мы думаем тревалисть, да? Сколько это продлится? Отрезок времени, как раз вот, насколько это будет годно. И вот здесь украинскую молитву будет тревали. Длительность хранения – это термин. Мы часто употребляем, когда мы хотим поставить продукцию, указывающую нам на дату годности. А в случае молитвы – это мы тревались, но очень важно для каждого из нас в это время. Может ли молитва дойти до даты, после которой она становится кислой, негодной, неупотребляемой? Вот взвести свою жизнь. Может ли прийти такое время, когда вы скажете, надоело этого. Молитва, которая по свету, молитва, которая перед служением, молитва, которая утром, которая вечером. Да, уже все. Нет ответа, нет привета, нет ничего. Все, кисло мне все от этой молитвы. Может прийти такое? Да. Может. И она приходит тогда, когда становится формальной. Когда наша жизнь становится, молитва формальностью перед, ну, хотя бы перед рядом, чтобы прийти отчитаться, что я пришел. Либо перед людьми, чтобы мне сказали, что ты не пришел. Или же она становится принудительной. Надо прийти на молитву. Ой, да. Я сегодня в общину не пойду. Ты должен пойти в общину. Чего, мама? Во-первых, ты ревер. Да? То есть, как бы, для каждого не знаю. Потому что нужно. Или предсказуемой религиозностью. Или молитва, которая становится предсказуемой. И вот уже сидят. Я знаю сейчас. Лина встанет, молится. Как всегда. Вот сейчас присяду. Пока она уже кончит, может уже полдня проехать. А оно предсказуемо уже. Некоторые людей уже так не молятся, а предсказуемо. Уже не хочется с ними молиться. А есть еще момент, который становится религиозным. На мне есть молитвенный покрывал. И чаще всего, знаете, эта часть жизни, она становится как бы ритуальной частью, что ты положил на свою голову. То есть, ритуальной частью прописанной жизни еврейского народа. У Иешуа был эти цель на одежде. Мы знаем, что женщина, которая прикоснулась к цель, она исцелилась. Но он же также говорит, несмотря на книги фарисеев, которые уже в своей жизни становятся, у них удлиняют цицинь специально. Делают себе покрывало особенно. Становятся у нас на углах, чтобы они их замечали. То есть, религиозность все начала пахнуть. Очень сильно Иешуа. Он начинает говорить о том, что когда ты хочешь быть Богом встать, зайди в комнату. То есть, зайди в свое покрывало, да? И говори ему в тайне. И он тайно сделать явно для тебя. То есть, религиозность может стать или а приятность своей жизни, даже у верующих людей может стать такой частью кислой, как бы тревалой сюда, законченной датой использования. И я думаю, что все, что как мы выражаем, это вот частая молитва, мы любим этот момент говорить, что молитва это мой разговор с Богом. И вот, знаете, оно мне тоже нравится. Оно мне нравится. Но мой взгляд, который вы можете вообще как бы не согласиться и оспорить мой взгляд, который я сегодня предоставлю вам. Потому что теологически можно ко всему придраться и иметь разное отношение к данному вопросу. Вот что я как бы думал, думал, потому что проехался немножко так по, за это время и по странам, и по нашей многострадарности в земле, да? По Румынии, по Польше, везде. Вот что я выразил как молитву. Молитва это постоянство осознанной осведомленности близости Господа посредством Святого Духа и несомненное изменение небесной перспективы на земле. Иногда мне несет, что когда я что-то такое выражу на это размышление, вы скажете, а что вы сказали реально? Мне это нравится, когда я сначала выскажусь, а потом начинаю его раскручивать. Знаете, именно осведомленность Божьей близости делает нашу молитву постоянной. Когда ты осознаешь, что Бог настолько близок, что можно Его ощущать. Ощущать Его можно каждый день, прослушившись рано на утро и сказал, Боже мой, проснулся. Пошел в туалет и ты понял, что все дырочки работают. И думаешь, слава Богу, как сегодня сотворил Бог человека по подобию образу своему. Все сотворил в нем, чтобы все было хорошо. Это нормально. И знаете, и вот ведь когда наши земные обстоятельства меняются, а не меняются только в наших отношениях с Его волей, с Божьей волей. А проще сказать, да будет твоя воля на земле, как и на небе. Но мы что знаем о той воле, которая на небе? Нам сложно знать волю Божью, которая на небе, если не будет постоянной близости с Ним. Изучение Ишуа о молитве, которую часто цитируют из Брикадаша Нового Завета в Евангелиях от Матфея 6 глава, все ее знают, эту молитву, молитву, которую иногда читают после собрания или как бы в середине собрания, в начале. То есть его цитируют в храмах, да? Особенно даже есть люди, которые при боговой пище употребляют эту молитву. И эта молитва, как всем известно, очень наша, да? Она очень, как бы, очень небольшая, как бы, все. И знаете, я скажу так. Молитва начинается в течение. Отчина сущей на небесах дозвятится имя твое. Вот на этой фразе я бы хотел бы немножко остановиться, показать вам немножко небольшие три ключа для изменения своего подхода к молитве вообще. по сути. И хочу, как бы, немножко вернуть вас на один стих назад. Потому что то, что делаете шоу, он говорит, ибо знает, когда вы, то есть, отец свой, знает, отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у него. А дальше он говорит, да, фразу, которая очень интересна, и говорит, но молитесь так. Что это значит? Когда думал об этом, еще уже, как бы, понимая, и, как бы, поговорив своим ученикам о том, что даже вы, когда приходите к отцу с вашим, ну, мы так, нытьем, или с вашим прозором, вашего проблемы, что сейчас все, когда мы просим, мы, ну, мы просим, потому что она плохо. Да? Или что-то нас не устраивает. Поэтому, вот, прежде, ну, когда приходите к Богу, он уже знает. То есть, перед тем, как вы просите, чего он уже знает вашу нужду. Еще вот истину в том, что люди, приходящие к Богу, или приносящие к Богу свои нужды, уже должны знать, что Бог слышит. Вернее, он знает об этих нуждах. И его назвать – это молитва, фактически. Если прошение – это молитва, правда? Он говорит, сынок, вы никогда приходите к Богу, они уже молятся. И вот в этом стихе говорит о том, что перед тем, как вы будете молиться, вы должны знать, что Богу уже все известно. И в 9 стихе Ищу поворачивает и делает утверждение – вот так необходимо молиться. То есть, когда вы приходите, у него что-то просить, вы должны знать, что он все знает. Но вот так вы должны молиться. То есть, начинать свою молитву. Молитву. Потому что Бог знает все, и то, что еще не вышло из вашего рта, от избытка вашего сердца. Он уже в совершенстве знает его. Но перед тем, как все это выйдет, сделайте осознательное решение. Провозгласите то, что необходимо провозгласить. Ищуа предлагал и предлагает верующимся помнить, что нужно сделать несколько шагов. Перед тем, как ты даже начинаешь просить, ныть, умолять, спорить с ним, доказывать ему что-нибудь. Перед тем, как ты это сделаешь, Ищуа говорит, я хочу вас научить правилам, которые необходимы для вас, чтобы вы изменили свое прошение перед Богом. Даже если у нас выражение, знаете, среди неверующих или верующих людей. Слышали такое? Как сварить тебе яйцо? Крутую или отче наш? Кто слышал такое? Крутую или как, смятку, да? Как еще? То есть жидкое. Что это значит? Как только закипела вода, ты читаешь молитву и вытаскиваешь яйцо, и оно будет не вкрутую, а как бы так, желток будет мягеньким, да? Так вот. И это уже когда-то фразы у людей есть, уже говорится о проблеме в молитве. Осознание того, что Ищуа учит. Я буду читать из еврейского Нового Завета 9-10 стих Матфея, там у нас 6 глава, кажется. Поэтому молитесь так. «Отче наш Небесный, пусть почитается Святым имя Твое, пусть придет Царство Твое, пусть исполнится Твоя воля на земле, как она исполнена на небесах». Пускай она исполняется, как она уже исполнена. То есть есть момент, который она уже совершена на небесах. И мой первый ключ каждому из нас – это следующее. Ключ к изменению перспективы молитвы – начинается осознание, кто для тебя Бог. Это не просто Творец, руководитель, как бы направляющий вселенный разум или кто-то еще. Здесь очень первое учение Ищуа о том, что «отче наш». Мы говорим на русском языке «отче как отчим». Как будто он тебе злой отчим. На еврейском языке и на других языках мы даже говорим на украинском мою «тато». Батька даже «тато». Мы даже поем. Мы поем интересную «Аба, Аба Мелеха Улам». Наш Отец – Царь Неба. То есть некая перспектива первая, которую мы должны сознать – это то, что Бог – наш Отец, а мы – Его дети. Посредством не только творения, что Он нас творил, и мы стали детьми Его. Не только это, но также посредством усыновления через Ищуа Мессия. Вы не чужие, вы свои. Вы не отвержены, вы приняты. Вы дети, а не рабы. Вы понимаете, да? Машия, который открыл новую перспективу тем, кто называет себя детьми Авраама, Ицаха, Иакова. И Он поэтому и говорит, послушайте, вы себя причисляете как сыновья Авраама, сыновья Ицаха, и сыновья Иакова. А теперь хочу вам дать именно другую перспективу. Вы не только их дети, вы дети Бога Всевышнего. У вас есть Отец на небесах. И я верю, что сегодняшнее еврейское послание, он всегда идет такое, Абба, да, то есть небесный Отец. И мы должны так помнить, вы тоже дети Божьи. Иоанна, первое послание Иоанна, 3 глава. Посмотрите, посмотрите, какую великую любовь дал нам Отец, чтобы мы были названы детьми Бога. И мы действительно Его дети. Мы действительно Его дети. Мир потому нас не знает, что не знал Его. Другими словами, если мы осознаем реальность Бога как Отца, мы тогда Его дети. Он говорит, вы откройте себе откровение сделайте. Если вы называете Его Абба, тогда вы Его дети. А другой мир не знает, потому что они не понимают, кто Бог. на самом деле. И дальше, дорогие, теперь вы дети Божьи. А кем будем, еще неизвестно. Мы знаем только, что когда Он придет, мы станем такими, как Он, потому что когда увидим Его таким, каков Он есть. Другими словами, не только надежда на, вот как бы вы дети стали посредством усыновления, да, вот принятия Бога как Отца. Он говорит, но когда откроется, когда Он придет. Вот написано, что когда Он придет, то есть откроется, тогда мы поймем. Другими словами, это перспектива второго пришествия. Перспектива, когда мы узнаем Бога, как бы познаем Его. Но пока сейчас нам сложно это. И надеюсь, с рождением свыше каждого верующего человека, мы получим залог того, что называется усыновление, которое мы начинаем в молитве. Мой Папа. Если мы получаем открытие, если мы рождены свыше, мы принимаем Бога как Отца, мы находим в Нем утешение, некое такое объятие. Мы должны восхищаться тем понятием, что у нас есть Отец Небесный, который любит нас очень сильно. Так сильно, что Он пожертвовал Своим Сыном ради нас. Великая была уплата за наше усыновление. И мы говорим, Мой Папа, который на небесах, Абба, Абба, Мелеха улам, Тато. Ми Тато, Який на небесах. Он наш Отец. Вот что еще важно понять в том, что Ишуа учит. Для того, чтобы Бог стал нашим Абба, мы должны измениться. Послушайте, мы не только должны понять, что Он наш Отец, и мы принимаем в рождение свыше, внутри себя мы должны измениться. Новая перспектива. Матфея 18 глава 3 стих. И сказал, да, говорю вам, что если не изменитесь и не станете как маленькие дети, вы даже не войдете в Царство Небесное. Он говорит, вы должны измениться внутри, чтобы вы получили новую перспективу в молитве к Отцу Небесному. И если он Абба, если мы его дети, мы должны измениться. Но чаще всего, знаете, с нами не происходит тех перемен, трансформации. Мы хотим быть очень взрослыми, да, мы должны повзрослеть, да, но когда быть детьми, это в своей простоте. Должны, вы как дети, полагаясь всегда на своих родителей. Наши дети полагались на нас. Мама, дай мне кушать. Мама, подай. Папа, привези. Ой, и так давай, и все. Понимаете, да? И мы понимаем, что вот эта надежда и на поддержку родителей, она всегда есть. И еще, говорит, вы должны быть как дети, которые в своей жизни постоянно надеются на поддержку своих родителей. И вот Матфея 18, глава 14 стих. «Потому самый великий в Царстве Небес тот, кто станет кротким, подобно этому ребенку». Вы хотите чего-то добиться? Вы хотите что-то увидеть? Вы должны стать как дети. Неформальность, или неформальность, какая-то, которая в молитве, которую мы принимаем перед Богом. Но мы принимаем Бога Израиля как нашего Отца. Уникальное рождение свыше, позиция в Мессии, позволяет нам входить в такие взаимоотношения. Рожденный свыше. Поэтому Ищуа общается с Никодимом, говорит, послушай, ты Ильей, ты же учитель Израиля, ты этого не понимаешь, ты должен родиться свыше. И он просто был в шоке. Что это значит? Он должен быть твоим отцом, а ты быть как его дитя. И как дети мы должны всегда быть в надежде на Бога. Дети иногда просят нас много вещей делать. Это не означает, что мы будем все делать. Правда? Не означает, что мы дети, наши дети какие-то капризы имеют. Все, значит, можно делать. И все же, измененные отношения, это не формальное обращение к тому, кто судьбы правит на земле. Аминь. формальная молитва, формальные отношения неприемлемы перед Богом. Знаете, много можно говорить, но второй ключ это осознать, что нет таких отцов, как мой Абба. Нет никого другого, как мой Абба. Откуда я беру этот? Когда говорится, да святится имя твое, предполагается, то есть его имя святое и отделенное. Как будто в недоступности, но на самом деле доступно, но он святой. Вещи, которые отделялись для храма, они назывались святыми. Отделенные. И когда говорится, вы святые, народ избранный, святой, взятый его дел, вы отделенные. Это не значит недоступный, это взятый как бы на другой совсем уровень. Святой означает не только деленный, но и осознание, что он выше всего, сильнее всех и доступнее всех. Мой Отец, который я восторгаюсь, он любит меня, он еще и тот, с которым никто не может сравниться. Никто не может сравниться. От восторга, что у меня есть любящий Отец на небе, я прихожу в сознание трепета от всемогущества моего Отца. Знаете, я вспоминаю сразу эти истории своих детей, когда они потом уже выросли и говорили, ты возил нас на машине в школу, и мы всегда говорили, а мой папа крутой. Ну, на машине, еще в 90-е годы, понимаете, середина 90-х, о, папа крут, и нос задирали, понимаете, не просто папа привозил любя, а не все могли похвастаться еще, той машиной и так далее. И вот состояние, если мы, как дети, понимаем, что он нас любит, он также и всемогущий, он также и сильный, он также и тот, с кем не может никто сравниться. Нам кажется иногда, что бездействие Бога на наши потребности выглядит как будто отказ от помощи в наших нуждах. Но как уже говорил Иешуа, перед тем, как обращаться, вы должны помнить, что Бог уже все знает давно. Мы просто привыкли к такому состоянию, если мы просим, и Бог не отвечает, значит наши потребности не покрыты, и что, Он забыл от нас? Еще нету на наших устах прошения, да? Он в совершенстве знает его, и поэтому Иешуа говорит, подождите, подождите, перед тем, как вы будете просить что-либо, либо сетовать, либо жаловаться, либо как бы уже и даже спорить с ним, а спарить какие-то вещи, хочу вам дать принципы перемены вашего мышления. Знаете, мы не всегда просьбы отвечаем людей, правда? Кто скажите, вы на все просьбы людей отвечаете, нет? А чего? А люди ж не знают, почему вы не ответили? Они ж обижаются, что вы не отвечаете. Вы просто заняты, не ответили на телефон. «Алло!» А в ответ тишина, да? Нету. Мы не всегда на капризы положительно реагируем. Кто реагировал на детский каприз, когда они падали, «Хочу мороженое», ногами топали, «Хочу мороженое», если говорить, «Хороший мальчик, молодец, возьми мороженое». А? Как бы не топал, как бы не кричал, не упирался, не выделывал, никогда не реагировал. Скажу прямо, мы с Татьяной можем читать между строк, когда люди говорят, особенно когда мы разговариваем с нашими детьми и спрашиваем, «Как у тебя дела проходят?» И между строк можно читать. Они нам жалуются, как ситуация, там ситуация прошла, там… И мы так тихо, тихо не реагируем. А потом мы, конечно, выслушиваем от них, что мы… У нас ситуация была такая, что вы… А вы не отреагировали, вы остались безучастными в моей проблеме. Но истина в том, что… что на намеки… на намеки на проблему вопросами не решишь. Эти вопросы, понимаете? Намекать на какие-то ситуации… Часто говорят, что люди не знают, в какой ситуации я нахожусь. Люди не знают. Я же намекал. Ну, намекай дальше. Вы понимаете, Бог тоже как бы… Знаете, он уже знает все, ты же намекаешь, он все знает уже давно. Как бы ты не намекал ему. Но все равно, ситуации, в которых мы проходим в молитве, могут начинаться по-разному. Знаете, и когда мы приходим на молитву, и особенно, когда вот все это случилось с нашей стороной, не надо начинать с того, или как бы… Я научился… Боже, где ты? Знаете почему? Потому что, Бог на небе, а ты где? На земле. Я понял в своей жизни, что нужно начинать… О, Аба! Ты же на небе! Все видишь, все знаешь. Ты всемогущий, восхищаюсь твоей силой. Поэтому, начну с простого. Просто наслаждаться, что кто-то меня сильно любит. Ну, сильно любит, что не дает мне того, что я хочу. Ну, понимаете, да? Ну, сильно хочется. Уже даже иногда хочется потопать. Он говорит, послушай, люблю тебя, но я знаю, что это не послужит тебе в будущем. В будущем не к хорошему. Правильно? Поэтому интересная история с царем, с Иосифатом произошла, когда Иерусалим был осажден. Немножко как бы похожая ситуация, которая сейчас у нас в Украине. И по-человечески можно сразу с претензиями к Богу. Понимаешь, да? Я не понял. Что случилось? Обещал все хранить, а что к нам враги пришли? Что такое? Ну, смотрите, 2-й Папарламенон, 20-й стих, вернее, 20-й глава, 6-й стих. И сказал, то есть это царь, «Господи, Бог наших отцов, разве ты не Бог, который на небесах?» С чего начинается? Как Ишуа говорит, «Отче наш сущий на небесах». И царь здесь тоже говорит, который на небесах. «Ты правишь всеми царями, царствами народов. В твоей руке власть и мощь, и никто не может противостоять тебе». Помните, мы говорили, что он святой, он там, он отделенный, он может все. И здесь говорит, «Никто не может противостоять тебе». Украинской мовы, «Господи, Божи, батьки наших, чы ж не ты Бог на небесах? И ты пануешь над усима царствами народов. И в руці твоей сила та мить, и немае того, хто б став проти тебе». не против против тебя, а напротив тебя. Кто может вообще с тобой даже потягаться? Есть такие? Абсолютно нет. Я перескочу несколько стихов. Девятый стих. «Если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем перед домом семь, говоря о храме, перед лицом твоим, ибо имя твое в доме семь, и возовем к тебе в тесноте нашей, и ты услышишь, и что? И спасешь». Заявление очень сильное. Он говорит, «Ты Бог Отцов наших, и ты, который на небесах». Не ты ли, когда мы соберемся в молитве, обратимся при наших условиях, сложностях, язвах, наказуемый меч, голод, стеснение, мы встанем в доме, возовем к тебе, и ты ответишь, и спасешь. Потом дальше там, я перескакиваю несколько стихов. Одиннадцатый стих. «Взгляни же, чем они воздают нам, явившись, чтобы выгнать нас из наших владений, которые ты дал нам в наследие». Они говорят, «Посмотри, ты все это дал, ты очертил нам границы, утвердил их, а они пришли». «Забрать то, и выгнать нас из тех границ, которые ты нам обещал, которые утверждены». «Боже наш, воздай им должное, мы не столь сильны, чтобы противиться такому великому нашествию, и мы не знаем, что делать. К тебе обращены наши взоры». Смотрите туда. Туда, откуда приходит помощь моя. Слушайтесь вот эти фразы, в эту молитву во время террора и осады, во время войны. Он говорит, «Ты Бог, отцов наших, которые на небесах. И если пришел меч карающий, или язвы, или голод, или что-либо другое, то в этом доме мы встанем, взмолимся к тебе, и ты ответишь и спасешь. Мало того, ты защитишь и нас избавишь». И говорю вам, это с той же перспективы, которую учит Ишуа Мессия. Он говорит, «Ты мой отец, я твое дитя. Ты всемогущий и сильный, который на небесах, ты святой». И третье, очень важное, говорит, в таком, что, «И да будет воля твоя на земле, как она уже совершилась на небесах». Знаете, ключ третий, который, наши перспективы молитвы, это исполнение его воли на земле, как она исполнена уже на небесах. Вы скажете, «Рэба, рэба, рэба, рэба». Но кто нам расскажет, что происходит на небесах? Кто-то скажет, самый умный, «Читайте Библию, нам легко ее читать». Но, на самом деле, очень интересный момент, что, если бы я сам туда пойду, вдруг мне понравится. Я там останусь, а община скажет, «Ну что, он не приходит?» А мне понравилось просто так. У меня уже было пару таких ситуаций, которые хотел остаться там. Ну, пришлось здесь быть, как Павел говорит, «Но лучше, чтобы я остался здесь». И если тут, как уже все происходит, ну уж неадекватно происходит то, что происходит, что нам иногда кажется, не конец ли это уже света? Кто уже задумался над этим? Если это предвестие как раз третьей мировой войны, а если подумать очень хорошо, после даже победы и всего ситуации, весь мир и управление изменится, и это будет идти к одной власти в мире. То есть, как бы будущее, пророческие уже, мы идем туда. Да, вот как бы, даже, знаете, вот я недавно прочитал заявление Эрдогана, не знаю кто, читали или нет, по поводу Израиля. Никто не читал. Я, как бы, итог подведу того, что он говорил. Это примерно высказывание Путина по отношению до начала войны на территории Украины, и как он говорил об Украине и причину. нацисты, как бы, преследовали, уничижают, делали там еще какой-то геноцид Донбасса, что-то еще. Вот эти все причины. И вот, знаете, точно можно, когда вот послушал, и Эрдогана почитал, да, и даже слушал его с переводом, понятно, что мы как будто стоим на пороге Амаргедона. Вот тот посыл Эрдогана похож на тот посыл господина Путина перед вторжением в Украину. Однако к одному нацисты, фашисты, захватчики и так далее и тому подобное, и убийцы, и ненавистники. И я думаю, неужели это за углом совсем? И я думаю, что это возможно, что мы совсем недалеко от того времени, что мы можем встретиться с этой ситуацией, которая будет в долине Магедов. Если никто не был в Израиле, довольно большая территория, где можно склестнуть не одну армию. И там, знаете, в конце книжечки, то есть, конец есть. Я говорю о откровении Иоанна. И в книжечке еще и конец. Может, нам и стоит в контексте происходящего в Украине и во всем мире заглянуть туда, посмотреть, разобрать, и каждый скажет, там, извините, пожалуйста, неужели это время уже пришло? Ведь когда-то Бог туда взял одного человека на небо, чтобы там посмотреть и дать нам знать о событиях, которые будут в конце времен. Если мы сами не ходим туда, то кто-то должен был пойти и рассказать нам, правда, что там будет. Иоанн был тем человеком. Вы скажите, ой, Рэбе. Рэбе. Слушайте, неужели мир клином сошелся на нашей истории или же в наше время? Может быть, он через сто лет приходит. Слушайте, я не знаю, когда он придет, но знаю точно, что Израиль скажет, Баруха Баба Шамадинай. У скрутни дни повинен то Израиль волатит для того, кого причепило на крест. Приди, спаси. Но если по-серьезному, то хочу бы прочитать это местописание. Откровение 19 глава с 11 по 16 стих. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его диадем. Он имеет имя написанное, которое никто не знает, кроме его. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним, на конях белых, облеченных висон белый и чистый. Из уст его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости, гнева Бога Сидержителя. На одежде и на бедре его написано имя. Царь царей, Господь господствующий». И тут для нас перспектива. Каждому из нас перспектива в молитве. Перед всеми трудностями, обидами, перед тем, как у нас есть просьбы, вопросы или жалобы, у нас перспектива говорить Богу некоторые вещи. То есть осознать Его величие. Бог уже открыл это Иоанна в том, что время, оно близко. И Ишо Машеяк, Бен Давид, царь царей, возвращается на своей славе за теми, кто верует в Него. Верующие Невеста, община из верных людей, любящих Его. Он правит миром жезлом железным. Мы иногда не хотим даже осознать о том, что все происходящее происходит, потому что Он сказал, что так будет. Нам просто не хочется, чтобы оно происходило в наше время. Мы не хотим это осознавать. Это должно быть переменой вообще в нашем разуме. Что Он правит, Он действует. Хотим мы или не хотим. Представьте себе, что вот уже самые трудные времена, и мы начнем говорить. Послушай, приди через сто лет. Не в мое время, потому что я еще не насладился. У меня еще не было той классной квартиры, которую я мечтаю на 35 этаже. Ты можешь мечтать. Извини. А может лучше со мной побыть там уже? Там уже будет на землю смотреть с высоты. Перспектива в чем? Все абсолютно, все в Библии исполнится. Ни одна запятая не будет пропущена. Все исполнится. Хотим мы, не хотим. В наше время, время наших детей, внуков, правнуков исполнится. Всегда и во всем мы должны понимать. что верующий от того начала, где Ищуа говорит о его пришествии, втором пришествии, да? Он говорит, я приду как дать ночью, да? Когда вы не будете ожидать. Придут те времена. И он показывает те времена, которые должны произойти. И тогда он придет. Знаете, это как жених, который возвращается, но задержался. Помните эти пять разумных, пять неразумных дев, да? Жених задержался. Он должен был по времени прийти. Но задержался. Но он придет. Хотим мы или нет? Это тоже подтверждение Суккота. Мы говорили, Суккота это некая свадьба, которая должна была произойти. Он задержался. Так что вот три ключа для изменения молитвы в наше время. Перед всяким прошением. Друзья, перед тем, как вы начнете ему высказывать все свои фэ, свое ой-вэй, мы вообще-то имеем право на просьбы. Библия так говорит. Господь близко. Ни о чем не заботитесь. Но всегда в молитве, в прошении, с благодарением открывайте желания свои перед Богом. И мир Божий пребудет с вами, да? Пишу о Мессии. Но при этом начните, как учил нас Мессия. Первое. Станьте, как дети. И впечатляйтесь, что у вас есть Абба. Той тато, який на небе. Завжды, який поруч. Будьте потрясены. То есть, будьте всегда вдохновлены, что ваш святой Отец, он всемогутный. Ему все возможно. Иногда евреи говорят, а что ему... Как бы все возможно? Я говорю, да. Он говорит, ну как же ты можешь верить, что он родился от Девы. То есть, я говорю, ну слушай, ты вообще как бы так сам следишь за языком? Если он всемогущий, почему бы и нет? Ну вот так захотел. А если мы не говорим, что если ты сам сам понимаешь, что он всемогущий, то во всем остальном будет уже не всемогущий. Но мы уверены в том, что он всемогущий. И если он решил, и об этом сказал заранее, он пришел и назовут его имя Эммануэл. Бог с нами. Он с тобой, со мной, с нами. Он Отец наш. Третье, всегда помните, что Божья воля, чтобы никто не погиб, достиг неба. А он уже скоро грядет. Поэтому будьте всегда готовы. Радуйтесь, что время, оно близко. Даже если оно не придет сейчас. Даже если через сто лет. Планируйте жить долго. Но будьте готовы. Всегда готовы. Просто с радостью сказать. Как в откровении, говорит. И невеста, и дух говорит. Гряди. Гряди. Это восторг. Откровение восторга. И когда мы что-то просим, мы начнем с простых вещей. Абба. Ты на небе. Я на земле. У меня нет другого защитника, другого Бога, который может сравниться с тобой, потому что ты все знаешь. И даже игрушки, которые я хочу, желания, которые у меня есть, может быть, они всегда нужны мне. Но я знаю. Ты грядешь скоро. И если ты грядешь очень скоро, я должен быть готовым. Поэтому я с радостью говорю. Эй. Гряди, Господи. Ишуа. Гряди. Несмотря на обстоятельства, ситуации. И когда мы это делаем, мы призываем его в волю. Эта воля записана в откровении. Он уже правит. Он возвращается, как сын Давида. Машиех бен Давид. Не для того, чтобы уже опять идти на крест, быть смиренным. А для того, чтобы править. Руководить. И даже тогда, когда нам не нравится, мы не согласны с этим управлением. Мы должны помнить. Это его прерогатива. А не наша. Я так верю. Я так начинаю свою молитву. Радость в том, что я дитя. А же когда мы вдохновлены всем тем, что мы, я перечислил выше, давайте будем просить. Давайте изменять наш подход к нашим вообще стражам. Нашей молитвой за наших семьях. В наших семьях. Потому что Писание говорит, когда молитесь, не бормочите бесперестанно. Как это делают язычники, думающие, что Бог услышит их, если они будут много говорить. Евангелие от Матфея 6 глава 7 стих. А к эфессианам первое послание. А, вернее, фессалоникийцам. 5 глава 16 и 18 стих. Всегда радуйтесь. Слово всегда, только вечером. Всегда вечером радуйтесь. Всегда. Непрестанно. Молитесь. Состояние благодарности, что Бог рядом. Я думаю, каждый из вас скучает о том времени, когда вы первый раз покаялись, и вы думали, и думаете, может быть. Вот тогда было время, чувствовал Бога буквально рядом во всем. Я просил, Он выходил на встречу. Такие отношения были. Ничего не изменилось. Мы просто перестали быть детьми. Мы перестали доверять Ему. Мы перестали надеяться и любить Его, как Отца. Знать, что Он всемогущий на небе, и что Он скоро придет. Да, Он придет. Защитит. Обновит. Он любит нас. За все благодарите. Ибо такова о вас воля Божья в Ишуа Мессии. Воля Его. Я думаю, что для нас в это время перспективы меняются. И я бы хотел, чтобы вот это время, когда мы сейчас проведем молитвы с этим вот посланием, да, вот, от... ортодоксального иудея в этой песне, она переведена на разные уже языки. Украинскую тэш. Там высказываются именно те слова. Абба, абба. Теми Тату. На тебя мы уповаем. Я зачитаю молитву Аарона. Слушайтесь те слова, которые Он говорит. Бог говорит. Скажи Аарону и сынам его. Пускай таким образом полагают имя Мое на сынов Израилев, говоря им. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Получить в молитве мир самое удивительное. Когда тебя не касаются эти летающие дроны, бомбы, взрывы. Нам просто нужен его мир. Давайте встань в наши ноги. Абба. 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 Поднимаем к тебе наши руки. Обращаемся к тебе, как к Отцу, который любит нас. Вишу, о Мессии, ты дал нам путь. Надежды на тебя. И твердо быть уверенным, что наш Отец на небесах всемогущий, избавит нас от всех наших врагов. Ты правишь. Ты действуешь. Ты скоро грядешь. И в этом, Господь, наша надежда. В этом наше упование и благодарность. Спасибо, 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 спасибо. Аллилуйя. 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 Абба. Аллилуйя. 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 Аба, 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 ты, я, зай, царь, 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 бац, по нам усім. Знову, знову пропачаешь, лишь на тебе покладаю, царь, ой, тату. Знову пропачаешь, лишь на тебе покладаю, царь, 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 ц Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 что через почти две тысячи лет Израиль будет восстановлен, возвращен в землю, из которой был изгнан. И тогда мои бабушки говорили исполнение, писание, вот оно. Народ за один день восстановился. И возможно в наше время может такое случиться. И я хочу, Господь, чтобы мы были не просто готовы, а изменили наше послание в молитве. Твердой уверенностью, ты наш Бог и Отец. И что ты будешь судить праведно всех. И я хочу быть готовым сегодня на эту встречу с тобой. Амин. Давайте мы просим наши руки. Я прочитаю молитву, которую я говорил в числах, 6 глава, 24-26 стих. Молитва Аарона. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok